приветствуем вас студии дегитар сегодня у нас в гостях представитель фирмы samsung кирилл козлов и мы конечно же поговорим о том что нового интересного предлагает нам samsung привет кирилл рада вас снова видеть или тебя мы на самом деле на ты здесь ты принес много разных штучек и они все как бы намекают что говорить мы будем не только о телефоне телефоны уже используем самыми разными способами и даже не только фоточки делаем как еще можно использовать телефон да ты права я принес с собой много различных девайсов проводов кабелей сейчас буду объяснять для чего они все для начала я хотел бы поговорить о такой вещи как dex станция которая существует в нескольких видах у каждой свои возможности свои плюсы свои минусы при помощи dex станции допустим есть возможность с вашего телефона сделать персональный компьютер и удобно быстро пользоваться им допустим если вы находитесь вне дома вне конторы а можешь ты пояснить что означает сделать компьютер из телефона до персональный компьютер то есть у вас есть возможность подключить ваш личный телефон допустим на лежачий dex станцию либо в таком формате, либо через кабель. Подключив ее к лежачему DEX, вы, подключив к экрану любого телевизора, допустим, либо просто экрана, получается, все содержимое вашего телефона будет отображаться на экране. И в дальнейшем тогда использовать ваш телефон можно как клавиатуру, так и мышку. Очень удобно. А что, ты хочешь сказать, что вот этот проводок, это фактически то же самое, что вот эта станция? Все верно, да. Есть некоторые нюансы, я не буду углубляться в них, не столь важно. Допустим, отличие между ними, одно из основных, это, к примеру, у данной док-станции есть возможность прямого подключения интернет-кабеля. В данном случае, если мы используем эти кабеля, будет использоваться мобильный интернет. Ага, то есть это для пользователей разного интернета разные решения. Удобная вещь. Сейчас такой вопрос, вот тут и часы еще лежат, и еще что-то. У Самсунга много разных вещей. Как быстро и хорошо они между собой соединяются? Хороший вопрос. Соединяется все очень просто. Касаемо кабеля, просто подключаем Type-C кабель к телефону, данный кабель к телевизору, либо к дополнительному кабелю, и все. Если брать часы, то достаточно их включить, и ваш телефон автоматически найдет их, если на телефоне включен Bluetooth, соответственно. И все, одним нажатием вы подключаетесь к часам. Нет необходимости там что-то дополнительного там скачивать, придумывать, искать. Все очень просто. Вот, кстати, по поводу скачивания. Есть ли у Самсунга свое облако? Конечно, есть. Изначально дается бесплатно 15 гигабайт интернета, так сказать, на этом облаке. Если этого мало, то всегда есть возможность докупить. К примеру, месячная оплата за 50 гигабайт составит 99 евроцентов, за 200 гигабайт 2 евро 99 центов. Ну, это очень много. Можно, в общем, киношек даже туда накачать, я так понимаю. Да, выше, выше. Туда, получается, можно перенести все содержимое, допустим, фотографии, видео, контакты, полную копию вашего телефона, к примеру. А все ли данные копируются, если мы говорим о переходе с одного телефона на другой, например? Да, все данные. Но, к примеру, если затронуть такой момент безопасности, то у нас у Самсунгов есть такая вещь, как безопасная папка, содержимое которой перенести не получится, потому что она настолько защищена, чтобы, ну, никто посторонний в нее не смог, так сказать, влезть. Это та папка, куда пользователи могут добавить какие-то документы или это такая папка производителя, где хранятся какие-то важные системные файлы? Это папка пользователя, то есть туда можно принести важные файлы, которым, ну, которым должен быть доступ только у вас, может быть. Такой топ-секрет вообще. Все верно, все верно, допустим, какие-то по работе важные данные, которые пока, ну, нельзя оглашать. То есть это очень удобно и это очень безопасно. Она защищена дополнительным паролем, в этом и есть ее огромный плюс. То есть, в принципе, даже если ваш телефон будет разблокирован, вы подключаете его к компьютеру, у вас все равно нет возможности перенести эти данные или прочесть именно из этой папки. Дорога такая в один конец. Хорошо, а если я перехожу с телефона другого производителя на Samsung, все время такая, ну, не опасность, что ли, а сомнение у пользователя есть? Много ли я потеряю в связи с этим переходом? Не окажется ли так, что какие-то нужные мне контакты или файлы потеряны? Как вот этот переход вообще происходит? Это популярный вопрос. На самом деле есть несколько способов, как это сделать там через облако и так далее, но и самый простой способ. Есть такой маленький переходничок, я его взял с собой показать. Он ссует также в двух типах, в зависимости от зарядки вашего нового телефона. В топовых моделях, получается, идет он в комплекте, и при помощи него можно перенести данные. Достаточно просто вставить этот маленький кабель в ваш новый телефон. Старым проводом, допустим, которым вы заряжаете свой телефон, вы подключаетесь сюда к телефону, и все. То есть, этот процесс проходит достаточно быстро, безопасно и перенесет все ваши данные. Если же у вас нет этого переходника, вы можете смело обратиться в наше Samsung представительство, которое находится в Улья-местоторговом центре, и они помогут вам быстро и просто сделать. Звучит как-то вообще уже все ближе и ближе к простым людям. Не нужно обладать какими-то специальными техническими знаниями и никого беспокоить. Вопросы переезда с одного телефона на другой. Здесь у тебя такие красивые девайсы. Это к чему? Это к часикам? Да, это ремешки к часикам. Они продаются отдельно. Есть очень много разных цветов. Почему я их взял с собой? Потому что их очень просто менять. Однажды мы уже приносили вам другие девайсы, тоже часы, и показывали. Все делается очень просто. Снимается и также легко одевается. Я подумал, да, внести пару приятных цветов. Да-да-да. Но сейчас, особенно летом, я думаю, удобно, что эти ремешки силиконовые, и поскольку часы позволяют плавать, многие оценят эту возможность. Скажем так, да, они очень маленькие, компактные, легкие, и для занятия спортом они очень подходят. Ну да, даже на женской руке они не смотрятся очень массивно. Да, согласен. В отличие от каких-то других моделей. Есть ли что-то такого новенького или такого интересненького, что в ближайшее время порадует нас? Однозначно, нам будет чем вас порадовать, но на данный момент, к сожалению, я не могу вам об этом рассказать. Секрет-секрет. Ну хорошо, я задам последний вопрос. Если я пользуюсь каким-то другим телефоном или другими девайсами другой марки, ну хорошо, пусть возьмем телефон, и скажу, Кирилл, назови мне три главных аргумента. Почему я должна своим следующим телефоном выбрать Samsung? Что ты ответишь? Ну, однозначно, первое, что моментально прилетает в мою голову, это качество фотографий и видеосъемки. Потому что, ну, на данный, ну, мы всегда хотим запечатлеть все в самых лучших и, не знаю, четких красках. И тут же поделиться. Все верно, все верно. Следующая, наверное, это возможность, возможность контактирования с любыми девайсами. То есть у Samsung есть, как вы уже убедились, очень много интересных, допустим, девайсов, как Dex. Часто пользуюсь этим кабелем, потому что очень просто и легко показывать людям материал. Не нужно с собой носить компьютер достаточно просто вашего личного телефона. Ну вот. А третье, вернее, наверное, его дизайн. Мне очень нравится. Ну, он не то, что компактный, он приятных цветов и все так сбалансировано. Это по душе. Мне кажется, звучит очень привлекательно. И если вы еще не крутили в руках телефоны Samsung, хотя, думаю, это вряд ли, вы попробуйте, зайдите в какое-то представительство и посмотрите. Они действительно очень симпатичны. Спасибо тебе большое, Кирилл. Приходи к нам еще с новостями, когда можно будет о них рассказать. Это была передача «Дигитарк». И с вами мы увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok